Здравствуйте, друзья! То, что вы видите перед собой, это кусочек Кремниевой долины, долины в городе Санивел. Мы тут едем по делам и со Светланой болтаем о разных вещах, связанных со Светланыными заботами, которые вокруг сдачи жилья, которым она занимается. Светочка, какие нынче тенденции в сдаче жилья? Да. Вообще вся наша жизнь в пандемии, она поменялась не только в смысле нашего стиля жизни, но она поменялась и в смысле времени. То есть течение времени, то есть теми отрезками времени, которыми мы оперируем. То есть если раньше можно было говорить о каких-то перспективах на год, на два, на что-то, но сегодня в этих условиях неопределенности... Как жилье сдаешь? Ну, допустим, да. Ну и как живешь сам. Сегодня мы оперируем понятиями месяц, два месяца. То есть все сузилось, потому что никто не знает, что будет через два месяца, какие будут обстоятельства. Поэтому, конечно, вот сдача жилья, она становится более такой хлопотной, да, то есть уже речь не идет о том, чтобы пустить жильцов на год. Мы оперируем масштабными двух месяцев, которые могут продлеваться потом еще... Ну, да, многие продлевают к этому. Вот, поэтому посмотрим, как оно будет. Ну, вот я рада и счастлива, что мы вот не успели закончить нашу эту бодранную квартиру. Ремонт. Мы только показывали на днях. Она на следующий день ушла, да? Она ушла моментально. То есть люди в падке на красоту. Вот я хочу сказать такую вещь, что я раньше сдавала немобилированное жилье. Ну, потому что я сдавала на год, да, человек приезжал со своей мебелью, они делали там, переезжали то ли из города сюда, то ли из другого места, из другого штата. Но они приезжали со своей мебелью, и поэтому требования к этому жилью были совершенно другие. Когда человек въезжает в квартиру со своим барахлом, можно сказать, то он хочет, чтобы квартира, как возможно, была более нейтральная, чтобы его барахло с его цветами, с его любимыми предметами туда каким-то образом вписалось. Поэтому уже и красят так, и строят так, да? Да, поэтому все жилье, которое предполагается, что человек въедет со своими тараканами, оно нейтрального должно быть цвета, и оно никакого вида не имеет с точки зрения... Красоты. Слушайте, по-моему, по очке и пальчикам. Ничего страшного, мы потом разберемся, давай. Вот. А что же касается мебелированного жилья, да, то здесь история совершенно другая, потому что человек выбирает то жилье, которое ему нравится. Вот даже мы сами, когда мы едем куда-то и выбираем себе жилье, которое мы хотим снять на Airbnb, я смотрю на картинку и говорю, боже, отстой какой, я в такое жилье даже не поеду вообще ни за какие деньги. Вот. Поэтому люди выбирают картинку. И таким образом для меня это возможность... Упало. Мне под ноги. Таким образом для меня это возможность как бы выразить себя, а для людей возможность услышать у себя в душе отклик на мои эти... И в красоте побыть. И побыть в красоте, если опять эта красота для них представляет собой что-то значительное. Потому что, например, те люди, которые приходят в мое жилье, которое уже обставлено, да, они говорят, ой, как нам нравится, как классно, и это классно, и это классно, да, то есть вот я что-то сделаю, и у людей клик. То есть как бы мы выбираем тех, кому мы нравимся. И это тоже очень... С другой стороны, вот этот дедушка, который, Рональд, который у нас... Он все повыкидывал. Он все повыкидывал. Пришел американский дедушка. Ну, он работающий, так бы, дедушка. Он приехал из другого штата, и он тут какая-то у него на работе. Вот. И он всю Светину красоту повынимал. И отнес ее туда, где стоит стиральная сушильная машина. И как-то он без красоты обходится. Ну, да, вот он, мало того, по моим понятиям, там вообще такая небольшая очень площадь, ну, совсем какая-то крошечная. Такая в 30 квадратных метрах. И мы ее обставили так по возможности, чтобы там было побольше свободного места. Чтобы кровать была раскладная, чтобы ее можно было сложить, разложить. Он все это бы выкидывал. Поставил туда то, что у нас называется queen-size кровать. Это такая хорошая, здоровенная большая кровать на двоих. Которая заняла практически всю комнату. И там можно бочком только протиснуться. Он ее поставил поберег комнаты. В диагонали, потому что иначе нельзя было вообще там ее обойти. Вот, заставил всю комнату и, в общем, как-то прекрасно себя чувствует. Поэтому, да. То есть это не всегда твое понимание красоты, как бы, разделяется жильцами. Ну, в основном, все-таки там, где вот именно красота и именно фотография. Ну, я не знаю, еще раз. Вот здесь, в данном случае, люди приходят, это самое, и смотрят именно на красоту. Ты знаешь, что? Мне кажется, что сейчас какое-то оживление, что ли, по сравнению с тем, как вот полгода назад было, нет? Оживление все из чем? Ну, вот как-то стало... Я не знаю, как-то ты говоришь, вот у меня есть, и тут же какие-то люди приходят. Ну, 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 это не там, совсем не так. Ну, дело в том, что у нас уже на Airbnb статус такого почтенного вот сдавателя, да? Да. Это значит, что у них свои алгоритмы, по которым они твои пропорти выкидывают наверх. Ведь люди же не смотрят, там, например, появляется там 300 квартир, да? Да. И никто не может себе 300 просмотреть. То есть смотрят первую там, первую страницу, например, да? Если что-то нравится, то они тут же буквы это все вред, как-то дальше двух-трех страниц смотрят это все. Поэтому очень важен, какой алгоритм, в какой алгоритм ты попадаешь для Airbnb. То есть мы сейчас в хороших алгоритмах? Мы сейчас в хороших алгоритмах. У нас уже заработанный статус, у нас хорошее ревью и все такое прочее. Да. И поэтому они, это самое, и плюс у нас, как бы, хорошее, как сказать, ну, она долго не стоит пустая. То есть мы ее закрываем, когда у нас ремонт, например, да? Да. Потом открываем, и она сразу заполняется. То есть это очень важно, чтобы она не стояла пустая, потому что те, которые стоят пустые, так они их и не показывают. Понимаешь, они их прячут. Я понял. То есть они понимают, где шансов больше. Где спрос больше, да. То есть там алгоритм такой довольно сложный, и на самом деле я хочу сказать, что между нами девочками, у них такой дурацкий аппликейшн, там черт много условий нет, разобраться, как что-то сделать. Вообще ничего не понятно. Буквально по каждому вопросу нужно им звонить и спрашивать, а как у вас, где у вас... Ну, отвечают. Ну, они отвечают, они работают, по-моему, два суточных, потому что люди же заезжают в любое время, и ты должен иметь возможность как-то оперативно реагировать. Да. Ну, они в свое время, вот сейчас, с началом фандемии, они сократили там 5 или 10 тысяч человек. А вот куда мы едем, это вот у нас уже въехала жвичка и тут же потеряла ключ. И мы едем сделать... Так что, у нас запасного нет? Нет, у меня есть мастер-ключ. Нам правильное надо еще. Ну, да, да. Светочка, сейчас машина пройдет, и мы за ней. Представляешь, как было бы, если бы я сразу тебя послушал. Да, ну, я же не вижу машину. Ну, так надо ей доверься. Да. И, значит, ты тут же потеряла ключ и не может зайти туда, поэтому мы сейчас делаем ей еще один ключ. Мы показывали ребятам эту машину, вот как раз в этом магазине мы показывали машинку, которая делает ключи. Ну, да, да, сейчас мы поедем оставим ей ключи, чтобы она могла зайти туда, и поедем дальше по каким-то делам. Вот он справа, этот магазин, тут там и стройматериалы, там и электрик всякая, там осветительные приборы, холодильники. Здесь есть ключ, так это вот машина не работала, потому что она хотела только кеш. Машина? Да. Так. И карточку она не брала ни в каком виде, вот ни за что и ни никогда. Ой, есть. И мне пришлось вместо машины обратиться к живому человеку, который сделал там... А живой человек тоже есть, который делает ключи? Да, да, причем надо сказать, что машина делает их долго, то есть она там считывает, и там у тебя все перед глазами велькает, как она все делает. Красиво, красиво, да. А человек за одну секунду ставил и вытащил, и все, это намного меньше времени занимает. То есть, ну тоже в машину, он напильником не опиливался ничего? Нет, 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 у него своя машина, но гораздо меньше, и как-то она гораздо быстрее работает. Ну что, друзья, вот перед вами магазин, а мы тогда с вами пока прощаемся и движемся именно туда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok